Пошел против системы. Александр Трепаков рассказывает, его компании «Строймастер» начали вставлять палки в колеса после того, как пару лет назад сотрудники Минстроя, ранее Главстроя, предложили «Строймастеру» отдавать все госконтракты взамен на 6-процентную выручку с каждого заказа. Трепаков от сомнительной сделки отказался. После этого спокойная жизнь закончилась. «Строймастер» начали подавать в суды, желая внести компанию в реестр недобросовестных подрядчиков. Фирма потеряла 80% контрактов. Так получилось, что мы стали неизбежно конкурентами самих чиновников, у которых должны выполнять работы. Затем Александра Трепакова и вовсе привлекли к уголовному делу. По версии следствия, во время работы над объектом газоснабжения в Советском районе Трепаков дал взятку сотруднику госинспекции, чтобы тот закрыл глаза на нарушение. Интересно, что сумма взятки всего 40 тысяч рублей. Хотя инспекция вообще не имела полномочий контролировать этот объект и по сути никакого смысла во взятке не было, говорит бизнесмен. У нас не было ни оснований в даче, никаких взяток, потому что у нас объект был готов, он уже был построен, был готов к даче и не сдавался по причине только того, что у нас там были какие-то административные барьеры, которые выстроил технический заказчик. Однако, по словам Александра, к нему даже не стали прислушиваться, а следователь, не доказав передачу денег, закрыл дело и передал его в суд. Сегодня на первое заседание по делу журналистов не пустили, ссылаясь на коронавирус. Судья предложил высказать свое мнение по этому заключению. Я попросил перенести мое мнение на следующее заседание, для того, чтобы я мог подготовить кроме своего мнения свою позицию. Так или иначе, Александру Трепакову может грозить уголовное наказание, но бизнесмен готов бороться до конца. Он говорит, что кроме голословных обвинений у правоохранителей ничего нет. Следующее заседание по делу состоится в сентябре. Ирина Корчагина, Николай Шелко. День с толком.